Денис ни на день не забывает о научных основах ведения своего хозяйства. Сегодня он одевает очки своим подопечным фазанам. Благодаря такому методу коррекции зрения, птицы спокойно себя ведут, набирают вес быстрее, хотя корма потребляют меньше. Для того, чтобы они не расклёвывали в искусственных условиях друг друга, не выдергивали перья, не занимались каннибализмом, одеваются очки. Очки одеваются через анатомический проход. Это делается так тихо, делается беспрованно. За фазанами фермер наблюдает уже на протяжении пяти лет. Результаты исследования легли в основу его научной работы по дичеразведению. Сейчас в маточной поголовье фазанов насчитывает 169 голов. Ежегодно в период инкубации от них собираем яйцо, инкубируем, получаем молодняк, работаем на своих объёмах. Также сейчас ведётся разведение кряквы для выпуска в природу. И планируется закупка серой куропатки. На птичьем дворе Лужного бройлерные куры и индюки. Они выращиваются на мясо. А вот к дичи здесь отношение особое. Их яйца проходят инкубацию, полученный молодняк выращивается и выпускается в природу. Поддерживать популяцию фазанов и кряков в Самарском регионе – главная цель молодого учёного. Ниша дичеразведения, она ещё, я считаю, слаба. Ну, не слаба, но не так сильно развита в Самарской области. Есть хороший опыт по разведению дикой птицы в Ростовской области, Волгоградской области. И считаю, что нужно заниматься этим и в Самарской области. Потому что, когда я защищал свой проект, я считал своей главной актуальностью то, что дикой птицы становится меньше. И не хочется, чтобы наши дети видели птиц только на картинках. Хочется, чтобы они видели в дикой природе. Научно-исследовательские работы по мониторингу выживаемости молодняка в дикой природе не раз определялись профессионалами-орнитологами как лучшие. Денис – победитель молодёжных форумов «Иволга», «Селигер», программы «Умник», конкурса «Эколидер» и многих других. В прошлом году получил президентскую премию как молодой учёный. По его словам, перспектив для развития и реализации даже самых смелых проектов сейчас масса. В Самарской области, я считаю, создано очень много программ, проектов, где молодые люди могут себя реализовать и найти себя. Главное – это желание, стремление и главное – двигаться вперёд и не останавливаться на достигнутом. Если даже случились какие-то нехорошие ситуации, не стоит отчаиваться, вешать нос, нужно идти вперёд. Если фазаны и кряква изучаются с научной точки зрения, то голуби для души. Однажды к нему прилетела голубка, следом появился самец. Теперь от первой голубиной пары целая стая. Воркуют, порхают. И это дело для Дениса по душе, а главное – для души. Юлия Винджега, Алексей Ковригин, Служба новостей из Кротовки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова